Привет, с вами компания LUTNER, я Дмитрий Астрасаблин и сегодня в мои руки попал интересный объект для обзора. Компактная транзисторная 50-ваттная гитарная голова Stonehead CH50-4 от российской компании AMT. Говорим сегодня о ней, уверен, что будет интересно, поэтому устраивайтесь поудобнее, а пока вы будете это делать, посмотрим коротенькую заставку. Данный ролик хотелось бы начать в первую очередь эдаким реверансом в сторону компании AMT, о которой многие гитаристы узнали только в последние годы, и это несмотря на то, что продукция известна с 80-х, правда выпускалась тогда под другим названием. В последние годы детище сибирских инженеров стало регулярно появляться на крупнейших выставках музыкального оборудования, демонстрируя многообразие своей продукции, от педалей эффектов и преампов, которые занимают призовые места и получают множество восторженных отзывов, до приборов, которые принесли AMT Electronics особую популярность, в числе которых спикер-симулятор CP100 Pangea и линейка гитарных усилителей, представителем которых является наш сегодняшний герой видео. Собранная, как и полагается на полевых транзисторах для имитации работы привычных ламповых приборов, конструкция Stonehead полностью оправдывает свое каменоголовое название. Корпус изготовлен полностью из металлических пластин, толщина которых позволила в разы повысить шансы прибора остаться невредимым при падении или при не особо аккуратном обращении на концертных площадках или реп-базах. Цифра 4 в названии устройства означает, что голова четырехканальная, отсюда становится понятно наличие внушительного количества регуляторов и кнопок, которые, кстати говоря, дизайнеры и инженеры расположили максимально симметрично, приятно глазу и, что немаловажно, логично. Давайте ознакомимся со всеми четырьмя каналами, их настройками, а также поговорим о других достоинствах головы Stonehead CH50-4, и поможет мне в этом сегодня гитарист Александр Гордов. Кстати сказать, данная голова появилась у меня не как самостоятельное устройство, а в качестве элемента так называемого стека с кабинетом также производства АМТ, в корпус которого установлены два наиболее популярных динамика Selection Vintage 30 по 12 дюймов каждый. Звук с обоих динамиков мы снимали микрофонами Shure SM57 и Octava MK105. Итак, первый чистый канал, на котором проще всего понять соответствие звучанию вакуумных приборов. Вторым по порядку, но конечно же не по значению, идет канал Crunch, который также является показательным для выявления сходств или различий транзисторных и ламповых усилителей. Следующий канал, Lead 1, несмотря на высокую степень искажения, все еще остается достаточно динамичным, объемным, имеет все признаки привычного эффекта Overdrive. Lead 2, хайгейновый канал с максимальной степенью искажения по сравнению с тремя остальными. Как я уже говорил, несмотря на обилие регуляторов, все они максимально интуитивно располагаются. Например, в левой части мы видим ручки управления чувствительностью каждого из четырех каналов, в правой части их регуляторы громкости. Верхний ряд регуляторов трехполосного эквалайзера в средней части панели относятся к первым двум каналам, чистому и crunch, для которых общими являются настройки низких и средних частот. А отдельные два регулятора отвечают за корректировку высоких частот для каждого из каналов. Этот ряд регуляторов относится уже к двум лид-каналам, и мы здесь видим, что все три полосы эквализации являются общими для обоих каналов. Единственное, добавлена только ручка читаемости, которая относится к каналу лид-1. Инженеры АМТ не стали жадничать и добавили возможность немного изменять характер звучания каналов. Кнопки управления этой функцией расположились симметрично по отношению к кнопкам переключения между каналами. Так, у чистого канала эта кнопка буста среднечастотного диапазона с уходом в легкий кранч. У канала кранч есть своя собственная кнопка управления высокочастотным диапазоном. То есть нажатием на эту кнопку вы можете либо сделать звук ярче, либо наоборот, менее выразительным. Зависит от ваших необходимостей и исходного звучания инструмента. Кнопки T-Shift относятся к лид-каналам. Они являются переключателями регулятора управления высокими частотами. Соответственно, если вы нажимаете кнопку лид-1, то управляйте высокими частотами лид-1 канала. Нажимаете лид-2, управляйте высокими частотами этого канала. Как-то так. Неожиданно приятным оказалось наличие двух регуляторов мастера и кнопкой переключения между ними. Нетрудно догадаться, что это можно использовать либо как мгновенное отключение громкости, либо вообще как буст. Очень полезная фишка. Рядом расположены регуляторы Presence и Resonance, свойственные ламповым усилителям. Первый или Presence – это регулятор присутствия. Отвечает за частотный диапазон в пределах примерно от 2 до 6 кГц. А второй – добавляет низкочастотного гула за счет более амплитудного хода мембраны. С ним главное не переборщить. Встроенных модуляционных или пространственных эффектов в CH50 нет. Но зато есть свойственная современным усилителям петля эффектов с отдельной кнопкой включения режима Bypass. Петля, опять же, непростая. Присутствует регулятор выбора ее параллельного или последовательного задействия. В секции входов-выходов, помимо выхода из преампа, к примеру, для педалборда, есть возможность использовать внешний сторонний преамп. Использование Stonehead в качестве преампа в связке с импульс-симулятором разрешено без нагрузки кабинетом или эквивалентного ему устройства, что также является отличной новостью. Кстати, о симуляторах кабинетов. В этой секции имеется выход из аналогового симулятора. Можно подключаться в карту напрямую. Но зачем ведь те же прекрасные устройства AMT CP100 Pangea? Топовое решение вопроса импульс-симуляции чего угодно. В секции контроля располагаются входы для футсвичей, дабы было проще управлять всем вышеуказанным функционалом. От переключения между каналами до задействования или отключения петли эффектов и ежесней регуляторов мастер громкости. Колоссальным плюсом Stonehead является его рабочий диапазон напряжений. Он одинаково прекрасно будет функционировать и чувствовать себя в пределах от 85 до 265 Вольт. А это означает, что при поездках куда угодно вы можете брать его без использования сторонних устройств. Итог, дорогие друзья. 50-ваттная транзисторная голова AMT Stonehead CH50-4 устройство надежное, доступное и компактное. Всего лишь 3,5 кг весит. Оно рассчитано на суровые испытания в условиях репетиционных бас, концертных площадок, для постоянных перемещений во время гастролей или для статичного нахождения дома или музыкальной школе. Установите прибор на нижнюю часть или на боковую благодаря дополнительным ножкам и не беспокойтесь о перемещении на большие расстояния. Корпус крепкий, а в комплекте идет удобная и, что самое главное, крепкая сумка-чехол. Короче, полный фарш. Соотношение функционал-цена-качество нас очень приятно удивило. Если вы заинтересовались этим устройством, то заказать его или приобрести можете уже сейчас в ближайшем музыкальном магазине. А с вами была компания LUTNER. Я Дмитрий Астрасаблин. До новых встреч!